Итак, всем привет, с вами ДубГ, продолжаем играть за Россию Виктория 3. В прошлой серии мы немножко появились территории, но самое главное, мы продвинулись в Африке и продолжаем колонизировать всю центральную и южную Африку, опережая все европейские государства, ну и вообще всех колонизаторов, можно сказать, да. В этой серии, я думаю, мы продолжим здесь колонизировать, плюс, может, позахватываем чего-то, посмотрим. Возможно, с европейцами повоюем за колонии, но вот это вот не обязательно. И, конечно же, продолжим повышать нашу грамотность, продолжим развивать наши фабрики. Поехали. Добавляем тут все в производство китобойные станции ради ГСМа, помимо ДАГСМа. Я посмотрел, что золотые приски новые появились на Аляске, тоже их строим. Добавляем тут тоже каучуковые плантации, нам они понадобятся. Может, не прямо сейчас, видите, каучук у нас, да, практически не потребляется. Но вот в будущем он будет обязательно нам нужен. Да и, в принципе, можно уже сделать вот так, чтобы появился спрос, чтобы уже плантации развивались. Да, теперь у нас нехватка, но пока мы не воюем, без разницы. Сейчас будет достраиваться, будет как бы, ну, все потихоньку улучшаться. Самое главное с ГСМ разобраться. Это тоже мы построили сейчас. Потихоньку они будут расширяться, плюс китобойные, плюс миграция к ГСМу. Я думаю, мы справимся с этим. И у нас уже откатилось перемирие с персией, как я заметил, верно? Да. Можно, значит, добить уже персию наконец-таки и границы сделать нормальные. Единственное, я еще не очень верю, что сделают с этим имманом. Но, видимо, надо добивать его, как бы, одной из сторон. Добить, может, только, как бы, главную сторону, да? Не ту, что восстало. Значит, ее и попробуем добить, в надежде, что тогда война закончится, и мы сможем потом добить вот этих вот аманов. Захватить у них здесь колонии. И вот здесь вот территорию, да? Объединить здесь. Кстати говоря, не уверен, есть ли здесь сухопутный переход, наверное, нету. Но нам это не сильно важно. Мы потом вот сюда также пройдем, здесь все будем захватывать. Забавный факт, очередной об этой игре. Из-за того, что у персов есть золото, видимо, оставшиеся вот с вот этих всех территорий, но относительно их текущего, да, ВВП, у них типа очень много золота. Поэтому они оценивают это в плюс 200 уверенности. Понимаете, насколько это абсурдно? У них 5 против наших, ну, 350, допустим, да, батальонов. Но из-за того, что у них просто... Так, ну, здесь нету, есть армия вот эта. Из-за того, что у них просто много денег, они типа думают, о, ну все, мы их победим. Продокс, это ненормально. И у меня наконец-то тут начали краны исследоваться. Сможем мы пароходы везде начать применять, полностью перейти на них с верфей и достроить еще, возможно. Здесь у нас уже в обществе ничего такого прям необходимого нету, возможно, только планирование, да, централизованное нужно будет в один момент. Сейчас нет. Ну, и лифты там, вот эти вот две техи будут приятные. А так, здесь мы уже все, что, по крайней мере, мы хотели для развития взять, взяли. Исследование на скапе. Доделаем мы сейчас всю промышленность здесь, которая нам нужна. И перейдем полностью в военку. Кстати говоря, благодаря нашим стараниям в законах у нас распространяются технологии уже очень так уверенно. И этим наше отставание от других стран в каждом из разделов технологий очень сокращается. Но с персами, я полагаю, проблем не должно быть вообще никаких. Я бы даже вторую войну начал одновременно. Жаль, что эта игра запрещает так делать. 157 против 11. Как думаете, сколько здесь в бою? Три. Из 157 здесь всего три батальона. Почему? Да, просто. Германия, наконец-таки, объединилась. И, ну, выглядит солидно, очень даже. Давайте с ним еще повышаем отношения. Кстати говоря, видите, да, флажочек-то непростой. Флажочек-то Советской Республики. В Германии наступил коммунизм. ВВП вот так вот, так понимаю, интеграция вот здесь вот произошла. И ВВП так начал неплохо расти. Но, конечно, без модов на искусственный интеллект Яички все еще слабые. Вот, следующая партия будет уже с ними. Подстроили мы, помните, нефть. Подстроили мы китобойные станции. И ГСМ выразился на уже таком нормальном уровне. Да, у нас, в принципе, цены, я бы сказал, более-менее нормальные. Стоит, конечно, нам сейчас подумать про фрукты и сахар. Но, так я бы сказал, да. Все уже очень-очень хорошо себя чувствует. Ну, автоматически сама исследовалась технология на товарооборот строительного сектора. Ну, здесь больше важно нам, наверное, уже ресурсы обнаружить. И у нас сейчас еще должны бафнуться постройки. Ну-ка. Да, 2300. Хотя мы не используем все, но можем, в принципе, еще что-то позаказывать. Хотя, людские ресурсы у нас потихоньку кончаются. Но, опять-таки, прирост очень уверенный. Плюс мы захватываем. Так что мы все еще можем использовать весь этот потенциал. И раз у нас куча ГСМа, давайте сделаем вакуумное консервирование. Сделаем все кучу продуктов. Нужно будет только единственное достроить рыбы. Ну и, очевидно, немного ГСМа. Но ГСМа у нас много. В принципе, можно и тут что-то поапать. И проверить, чтобы у нас все здесь было на последних технологиях. Вот, допустим, да, видите, здесь мы что-то, видимо, захватывали. И не было. Плюс плантации все тоже перевести. Потому что плантации мы в Африке тоже много строим. Посмотрите, как много чая. Просто тонна мака. Причем очень много мака, на самом деле, у нас продается. Сейчас я буквально... Вот, бананы, допустим, да, мы начали строить. Но они были без последних технологий. Добывали бы мы их не так эффективно. И вот нефть в том числе. Так вот, насчет мака. Собственно говоря. Смотрите, просто на... Сейчас я найду опиум. Вот оно. 7000 у нас покупает опиума. Причем Австрия покупает 4000. Австрия, они, видимо, любят отдыхать, расслабляться. И наш население тоже потребляет 7000. Хотел бы я, чтобы они этого не делали, но запретить им не могу. Такая у нас здесь возможность построить небоскреб. Давайте так и сделаем. И мы можем изучить советский перешейк. Давайте тоже это сделаем. Почему бы и нет? Потому что в один момент мы вполне себе можем построить советский канал. И вот эти территории контролировать. Даже, возможно, в каком-то очень далеком, да, месте. В далеком будущем, я бы сказал. Мы можем вообще полностью вот эти вот территории забрать себе. И как бы, грубо говоря, просто контролировать полностью всю вот эту часть. Ну и перешейк, кстати говоря, как можете видеть, практически закончилась. Тут еще есть какие-то остатки их войск. Но уже варскор у них негативный. И скоро мы полностью их аннексируем. После этого пойдем, я предполагаю, в Африку. Либо вот здесь вот минорочков поесть. А вот ивенты, о которых я говорил, на миграцию в ГСМ. Следовательно, что? Следовательно, у нас сейчас неплохо так все ивенты поприходят и начнут эти малонаселенные ГСМ регионы получать все мигрантов. Смотрите-ка. Мы начали продавать опиум в, собственно говоря, Небесное Царство. Я прям сам открыл туда путь экспорта. Мы еще можем идти сюда, открыть путь экспорта. Я бы даже это сделал. У нас куча бюрократии. Канавой не тратится. Можно. Опиум подсадим на опиум наших соседей. И будем его производить. Можно опиумные войны с Китаем провести. Договорный порт в Небесное Царство. Да, давайте, в принципе, так и сделаем. Почему бы и нет? Вопрос только, хотим ли мы сразу нападать или нет? Я думаю, чуть-чуть попозже. Но можно немножко для Китая подстроить войск. Буквально чуть-чуть. У нас неприятный ивент. Минусовой. На протекционизм. Но я подумал, что раз он из-за этого плюс 10, да, в принципе, можно еще пока оставить, пока не отменять. Хотелось бы, нет, потому что его принять. Но, в любом случае, мне бы еще хотелось сделать регулирующие органы. Потому что у меня все еще есть смертность от работ. И если я еще их сделаю, то у меня прирост населения еще больше вырастет. И это, конечно же, будет приятно. Где же мы еще дополнительные колонии поставили? И, ну, почти все, что можем. Здесь вот еще, видите, вот колонизировать бы. Туда у нас пока еще нет прохода. Но я думаю, в один момент появится. И уже очень много мы с вами колонизировали. Очень много ресурсов мы себе, так сказать, обезопасили. Так, тут собираюсь я напасть на Аман. И смотрите, собственно говоря, что я тут хочу. Не того, это. Что я тут хочу? У нас есть здесь договорной обман, так называется. Это про трат Британии. Если я правильно понимаю, то я его сюда тоже могу добавить. Значит, а что я хотел бы? Я хотел бы, чтобы они не сдавались. Да? И тогда аннексировать всю эту чушь в одну войну. Было бы очень-очень приятно. Добавили мы все косыбели. Я думаю, они не будут сдаваться с неуверенностью всего лишь. Все, что да, могли мы поставили. Больше никто здесь вроде не должен зайти. Они никого. Они Турцию позвали. Ага, ну, такому призыву я даже не против. Давайте-ка посмотрим, сколько мы еще можем. Наверное, 1-2 стрита у них взять. А по форскору примерно так же. И тогда что? Так, давайте Бастру попробуем взять, да? Это 8-9, отлично. И можно Багдад. Сколько Багдад будет стоить? 10-7. Отлично. Это как раз то, что нам нужно было, да? А Багдад берем. И все, на эти, на субсидии, на репарации у нас уже не осталось. Отлично. Мы сейчас очень неплохо так все территории присоединим. И потом опять будем обтекать, ждать, пока будет спадать в бесчастие. И эти просто, я не знаю, как их назвать, отступились. Все, они просто сдались. Единственное, я очень рад, что разработчики додумались дурную славу обратно отдавать. Потому что иначе я бы просто плюс 30 сейчас имел и сидел бы с грустным лицом, так сказать. Думал, что сидеть делать. Но они сдались. На самом деле я бы не хотел, чтобы не сдавались. Мне эта война очень даже нормальна, да, была бы. Но они не сдадутся. Давайте попробуем просто кого-то следующего. А, да. Договорный обман не стоит, как минимум, потому что он... То есть говоря, можно вернуть себе французская конга. Почему? У нас что там стоит? Нет. Непонятно. Но допустим... Так вот. Мы не можем напасть на договорный обман. Потому что у нас отношение с Великобританией слишком хорошее, я понял. Да, но при этом обман может за кого-то зайти. И тогда мы можем вполне себе... Вот сюда он не хочет. Да, давайте тогда найдем, куда он хочет. Вот сюда он хочет. Следовательно, что следовательно будем нападать на неджд. Теперь в надежде, что он не сдастся. Вот сюда заходит и Турция, и Италия. Все, кто угодно. Но самое главное, что я заберу вот здесь вот территории. Нет, что... Оманское побережье. И здесь вот Хаиль. Отлично. Еще мы можем потребовать что-то у там Турции, Италии. Либо Египта. Но я думаю, это будет просто Турция, Басра. Как я и планировал. Давайте-ка найдем это. Я вижу Багдад. А вот я и нашел и Басру. Делаем этот Казубели. Еще у нас 13 есть. Возможность добавить бесчестия. Ну и как и в прошлый раз, в принципе, добавляем себе Багдад. И раз у нас теперь есть Варскор, давайте-ка османские военные репарации. И я так полагаю, у нас появится фронт с Египтом и египские военные репарации. Я не думаю, что у нас появится фронт с Италией. Хотя теоретически возможно. Ну и вот так вот хватит тоже. И вот война началась. Они наконец-то не отступили. Войска у нас все на позиции. Здесь кто-то прислал им поддержку и египет. Окей. Бои даже чуть-чуть адекватные. Хотя неадекватно то, что у нас плохо прокается. Но у них будет побольше защита. Из-за перка. Тут ничего не поделаешь. Но с нашим количеством, я думаю, сможем продавить. Тут тоже вопросов в том, что мы сможем продавить. В принципе-то даже и нет. Здесь уникальное событие произошло. Транссибирская магистраль. Я, видимо, случайно сделаю его. Я даже не знал о том, что она есть. Я за железной дороги, видимо, построил от начала до конца. Но это баф только якутскую. Это пыль. Ну да, это все пыль просто-напросто. У нас якутские вообще почти ничего нету, да? Ну, близкие можем, кстати говоря, повысить. Это просто пыль. И Тобольск. Ну, Тобольск давайте, да, бафнем. Хотя тут нету бафа на ресурсы. Или, подождите, все, да? Все в этих территориях. ЖД или... Ну, тогда давайте первое, допустим, да? И так, я так понимаю, это и сюда, да, придет? Да, окей. Тогда это не будет. Тогда это хотя бы полезно. Как говорится, мы тут наш флот тоже будем использовать. Мы делаем налеты на итальянские корабли вот здесь, потому что у них вот здесь вот войска есть, оказывается. И я пробую высадиться в Константинополе. Морская битва. Ну, ее побеждаем без вообще проблем. Наш флот и больше, и качественнее. Забавно, что прям весь флот у нас участвует. Интересно, это такой рандом или нет? Ну, допустим, да? И что у нас по высотке? Высотка успешная. Тут нет войск, так что мы сейчас их очень неплохо так пробьем. В итоге, кстати говоря, из Константинополя сюда нам пройти не удалось. Либо это... Да, это вот к этому фронту каким-то образом присоединилось. И в итоге у нас вот такая вот куча армии просто на запад наступает. Ну, в любом случае это тоже полезно. А мы скоро будем делать небоскреб. Скоро я имею в виду сейчас, и мы их будем делать в Санкт-Петербурге. Заметьте, можно построить больше одного. И да, давайте построим... Сколько здесь у нас? 25 за уровень. Давайте 30-ку построим небоскреб в Петербурге, да? Будет у нас употребление жесткой бумаги, но зато мы очень жестко себе бафнем производство правительственных ведомств. Очень жестко. Сейчас мы сделаем то, что даст нам просто миллион рабочих. Причем буквально, почти миллион. Но будет требовать кучу ГСМа. И следовательно, что следовательно мы добавляемся еще больше производства ГСМа. Куда продолжают мигрировать рабочие. И мы продолжаем его строить. Китобойной станции нету. Это ничего. ГСМ, ну-ка, порастет в цене? Я ожидаю, что да. А да, он просто не обновился здесь. Ну, это окей. Это мы покроем. Плюс, можно говоря, импортировать его тоже, где он есть на данный момент. И мы тут еще под захватим территорию. Я думаю, он тоже появится. Тем временем, в Африке там постепенно всякие племена восстают и ускоряют нашу колонизацию. А вот возможность, собственно говоря, Суэц построить. Но мы, конечно же, заберем его с силой. Не дипломатия, потому что с Египтом мы в плохих отношениях. Мы здесь воюем. И отобрать его у него будет очень несложно. Турция уже сдалась. Я полагаю, что... Да, остался буквально нет. Аманское побережье мы полностью захватили и объединили. Прекрасно. Что, кстати говоря, насчет государства Аман. Оно все еще воюет с Аманом. Аман еще существует. О, Мана осталась одна провинция вот здесь вот. Окей. Значит, мы ее тоже дозахватим. И надеюсь, что после уж этого они точно перестанут быть страной в гражданской войне. И у нас скоро достроятся наши небоскребы. Сделаем, так сказать, Москва-сити только в Петербурге. Петербург-сити получается, да? 30 небоскребов. В 885 году почему бы нет? И я вижу здесь, что это революция в Финляндии. Или что это выездка? Да, это революция в Финляндии. Ну, финны, финны, господи. Классовой не только Египет и Италия. И я думаю, насчет того, что мы могли бы нас захватить... О, могли бы Деломир заключить, да? Но, но. В принципе, можно попробовать вторгнуться и выбить еще Египетские репарации. Чем бы и нет. Отлично. Дотянулись мы до небес. Получили престиж. Самое главное, получили себе просто тонну товарооборота, произведенцев, ретопств. Ну и расходов бумаги, конечно же. Ну, не очень точно у нас проходит выходка, поэтому давайте просто предложим Белый мир. Не получили мы репарацию, но и ладно. Ну, так что и важно. Нам главное заходить в эти вот территории и не воевать в Британии за Аман вот здесь вот. И вот нам будет этот Аман добить. Но у нас пока перемирие, да? До... Еще три года, до 88-го. Пока что тогда просто что у нас? Пускай спадает дурная слава. И возможно мы что-то подзахватим здесь дальше. Можно на самом деле куда-нибудь вот сюда бы, да? Пройти. Давайте будем уж это наш... А, у нас и так плохие. Почему тогда не можем напасть? Я так полагаю, из-за Египта. Верно? Верно. Смешно, что нельзя напасть на Даника пока... Перемирие с тем, кто им владеет, как бы, да? А почему сюда мы не можем напасть? Пока. А потому что мы в войне вот здесь вот, верно? Видимо, да. Помните, у нас там опиумные войны, да, были с небесным царством? А почему бы нам с этим небесным царством не получить бы от нее их как раз-таки... Договорной порт, да? У нас и так, теория, граница есть, и мы не тратим когда-то в авиа. Можно еще сделать договорный порт. Нам только с Финлядии здесь довоевать вот это чудо. Вот мы и довоевали. Улучшаем также отношение человека с Финлядией, чтобы потом их аннексировать. И можно, я полагаю, теперь, наконец-таки, нам, да? Сверху, да, возвращение территории, прекрасно. Можно нам договорный порт? А вопрос, где мы его хотим, я бы сделал, наверное, где-то здесь. Другой вопрос, сколько мы туда будем добираться? Ну, на самом деле, с высадкой мы сможем пробиться. Так что давайте вот здесь вот Суджоу какой-нибудь, как можно ближе. Но при этом не здесь, потому что это внешнее Маньчжурия я бы просто захватил. Возможно, и внутреннее тоже. Да, куча стран. И Цинн, и Небесное Царство отдельно. С кем нам нужно, кстати говоря? А, вопрос. У нас на кого из этих двух стран? На Небесный Царств. Следовательно, что нам надо сделать от Небесного Царства? Порт получить-то. А, это не Небесное Царство, это Великий Ацинн. Значит, нам нужно реально Владивосток, что ли, захватывать, как торговый порт. Договорный, да. Блин, забавно. Ну, допустим. Италия хочет завоевать Аман. Не в жизни? Нет. Лишком низкие. Нет. Ладно, итальянцы, вы можете и возьмете Аман прямо сейчас. Но потом я его верну обратно. Эти территории истинно русские. Кстати говоря, давайте добавим репарации с Китая. Почему бы нет? И можно завоевать какие-нибудь области. Но вот эти вот не сильно выгодны, я понимаю. А здесь я делаю договорный порт. То есть, тоже мне не хочется, как бы, да, завоевывать их. Не полностью. Можем просто открыть их рынки, на самом деле, тоже. Да. Давайте так и сделаем. Можно попробовать корейский еще открыть рынок. Это все еще, что же... Я правильно понимаю, что это, да, не стоит никакого бесчестия. Поэтому давайте вкроем корейский рынок. Здесь уже договорный порт от Кореи мы не можем получить. По тем или иным причинам. Но пойдет. И корейские репарации. Вдруг-вдруг получится, вдруг не получится, тогда не важно. Возможно, я предполагаю, нам придется немножко в обороне поставить, пока у них войска кончатся. Потому что у нас стата намного лучше. Кроме того, я подозреваю, что наши войска все еще перевооружаются. Дело в том, что, да, только-только сменили нашу пехоту на траншейны. Плюс сейчас достраиваем здесь вооружение и боеприпас. Вот, только что вы могли заметить, как последние заводы строились, да. И у нас сейчас повысится производство, дебафы уберутся лишние. Так что, скорее всего, мы постоим буквально чуточку в обороне. Нам не пришлось, они просто задались. И все. 20 урона боевую духу. Что-то просто-просто везде звучит очень сильно. Давайте возьмем. Давайте что-то, маман. Пошла битва, да. Давайте попробуем. А мы не можем, потому что там перемирие, да, у нас. Да, блин, не можем и захватить их пока. Ладно, давайте тогда куда-нибудь сюда. Здесь гражданская, гражданская. Косимиды вы, нет. Давайте хотя бы вот это захватим, да. Надо все-таки здесь территорию как-то потихоньку подчищать. Надеюсь, никто из великой ржав этого не заметит. И мы успеем снизить тут нормальных чисел. Но мне казалось, что у нас еще есть небольшой запас. Видимо, я ошибся. Началась эта война. Еще там вступили, вступил хиджас. Я думал, может быть, добавят туда тоже кассыбели. Но пока 103, давайте их пока не будем. Нам все-таки стоит докачать еще побольше техов. Я вот сюда пока очки вкладываю. Но на самом деле исследовать я, конечно, от техов пока не буду. Потому что у нас просто тонна технологий до этого. Но пускай они уже будут сложны. А я сейчас переключусь на что-то промышленное сети. Допустим, на электричество. Даже, наверное, знаете, на правую турбину. Потому что мне нужно улучшить электростанцию. У нас сейчас потихоньку начинает появляться нехватка электричества. Вот там паучук тоже в некоторой нехватке. Но это все решаемо. Да, паучук у нас потихоньку мы разведываем. Следовательно, достраиваем. А вот электричество стоило бы просто улучшить. Именно средства производства. Я вижу, что у нас тоже стекла и инструментов очень не хватает. Тоже надо достроить. Я думаю, что я еще включу вот эти стейты в наш состав. Потому что, ну, как бы граница продолжается. А почему бы и нет? Африку пока, наверное, не стоит. Все-таки у нас слишком сильно ударит по нашей грамотности. А нам нужно продолжать качать техи. Я, собственно говоря, не единственный, кто хотел воевать с Китаем. Британия внезапно тоже захотела от Великий Цин получить договорный порт. Забавно, что они в итоге так и не довоевали. Или что? И в итоге оставилось две страны. И они еще и, по-моему, в союз или что? Ну да, они еще и в союз вошли. Просто гениально. По парадоксу гениально. И вообще, я думаю, уже пора, в принципе, серию заканчивать. Мы так неплохо покушали на Ближнем Востоке, да. Почти закончили колонизацию Африки. Я думаю, уже буквально в следующей серии мы ее завершим. Если не совсем, то практически полностью, да. Хотя, я думаю, что совсем. Думаю, в следующей серии мы доедим Аравийский полуостров. Грамотность наша тоже очень уверенно растет, да. То есть, пятый уровень все-таки делает свои дела. Хотелось бы мне еще украсить вот здесь вот построечку, которая прямо сейчас нет, но там вроде ее можно построить на плюс еще 10 образования. И, собственно говоря, мы потихоньку взлетаем в космос. Но взлет реально произойдет, когда мы исследуем нефть. И более того, все вот эти вот тихие, которые апаются от нефти. То есть, там вот эти двигатели, да. То есть, вот двигатели. Радио нет. Здесь тоже, да, какие-то всякие татистихи очень нас бустанут. Но нам нужно подкачаться еще технологически, потому что мы все еще отстаем. Мы все еще отстаем. Я очень рад, что у нас началось новое производство распространяться. Иишки, оказывается, по производству по тихам отстают. То есть, не так много у нас распространяется. Но в остальных все еще продолжается. Ну и, конечно, нам надо очень много военных тихов выключить, чтобы начать как бы без проблем воевать с любыми иишками. Мы сейчас в хорошо воюем, но нам нужна абсолютная мощь. Ну и, ребята, уже, как я сказал, пора заканчивать. Так что с вами был Докейм. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok